Саровские хоккеисты Опытному и сильному сопернику был не намерен Мы ехали сюда, приехали в усеченном составе У нас всего два звена Саров всегда дома играет Хорошо, результативно Собирает полный дворец Для болельщиков играют Поэтому ждали, что будет тяжело Настраивались на это Счет открыл Саров, однако противник Не заставил себя долго ждать И сравнял счет в первом периоде На перерыв ушли со счетом 1-2 в пользу гостей Второй период болельщиков Шайбами не порадовал АК ушла в оборону, но Саров не оставлял попыток Атаковать ворота противника Исход игры решил третий период На третий период настроились Но первая смена получилась неудачная Сразу пропустили И как бы это и повлияло на исход игры Бросили, можно сказать, играть Где-то моменты проигрывали Контратаки проигрывали Ничего не получилось создать Ну вот концовку там пытались достать Но еще раз повторюсь, там штанги вратарь Им больше повезло, чем нам сегодня Завершился матч со счетом 1-5 в пользу гостей Поражение не повлияло на расстановку в турнирной таблице Саров по-прежнему сохраняет лидерские позиции Для некоторых игроков АКИ Саровская ледовая арена практически родная Вратарь Андрей Суханов играл за Саров в ВХЛ Возвращение Саров очень волнительно Вот, долгое время здесь не был Вот, уже на подъезде КП родные стены здесь раскальзывали Ледовый, сегодняшняя игра была замечательная Болельщики полный стадион При таких болельщиках одно удовольствие было играть в хоккей И я думаю, мы преподнесли сегодня болельщикам хороший хоккей Две игры отделяют нашу команду от плей-офф На выезде Саров встретится с принципиальным противником Сеченова Который отстает от нас всего на два очка 6 марта стартует голосование за проекты «Вам решать» Горожане будут определять судьбу предложений по благоустройству города Всего утвердили 20 заявок Среди идей, которые представят на выбор Организация летнего кинотеатра и устройство площадки для исторической реконструкции Новое уникальное и комфортное пространство может появиться в нашем городе Молодежный центр хочет установить современный кинотеатр под открытым небом Конструкции со светодиодным экраном рассчитаны на 50 посадочных мест Летом здесь будут организовывать кинопоказы лучших фестивальных фильмов Творческие встречи детей и молодежи с актерами, режиссерами, поэтами Проводить творческие вечера и квартирники Этот проект молодежный центр выдвигает на конкурс инициативного бюджетирования «Вам решать» Идея создания кинотеатра возникла у горожан Развитие молодежного центра предполагало не только внутреннюю реконструкцию А и прилегающую к ней территорию На одном из форумов молодежь предложила построить во дворе молодежного центра Кинотеатр под открытым небом Сейчас это очень актуально Кинотеатры во многих городах под открытым небом открываются И пользуются большой популярностью Площадку планируют использовать и для лекций, тренингов и мастер-классов В дальнейшем здесь обустроят зону свободного общения Для возможности творить и работать на свежем воздухе В конкурсе «Вам решать» молодежный центр уже принимал участие В октябре благодаря проекту инициативного бюджетирования Во дворе учреждения открылась современная и многофункциональная спортивная площадка С новым проектом двор молодежного центра станет универсальным общественным пространством Куда можно будет прийти отдохнуть с семьей или с друзьями Когда рядом находятся две площадки, спортивная и творческая Это расширяет возможности проводить какие-то необычные формы мероприятий Где будет и возможность заняться спортом, и возможность посмотреть фильм И так как у нас рядом будет кафе, это можно будет провести целый день И с пользой, и интересно Под открытым небом в нашем городе может появиться и интерактивный музей В этом году в проекте «Вам решать» принимает участие объединение «Армир» Центра внешкольной работы Двор украсит средневековые декорации, крепостные стены, панорама древнего русского города Планируют установить разборный павильон, стилизованный под избу Где сыровчане смогут участвовать в мастер-классах по разным ремеслам Это будет работа с кожей, работа с деревом Есть мысли про гончарную мастерскую У вас, в общем-то, круг гончарный с лепкой из длины всякого Кузьмичный мастер-класс Это, кстати говоря, предполагает одна из статей расходов Это у нас в проекте Это как раз создание антуражно-соединения кузницы Потому что то, что мы сейчас имеем, оно не историческое, как говорят На площадке для исторической реконструкции будут проводить занятия по обращению с макетами исторического холодного оружия Занятия по фехтованию и стрельбе из традиционного лука Потешные сражения различных исторических эпох Ну, это возможность такого созерательного досуга для подростков и молодежи, прежде всего Это, в общем-то, будет содействовать укреплению патриотическим настроений То есть формирование такой вот позиции Какие пространства города благоустроят в этом году, решат горожане За понравившийся проект можно будет отдать свой голос на сайте голосза.ру Для Дома молодежи 2023 год особенный, юбилейный В этом году ему исполняется 40 лет Сегодня это место, где работают пять коллективов самых разнообразных направлений хореографии Занимаются в них около 90 участников в возрасте от 3 лет Ежегодно двери Дома молодежи распахиваются для 11 тысяч сравчан Давно известная студия спортивных бальных танцев «Гармония» под руководством Ирины Дудоровой Прославила Саров далеко за его пределами Здесь готовят профессионалов, которые бьются за призовые места на самых престижных конкурсах страны Азы танцевального искусства в студии постигают и самые маленькие саровчане Мне нравится выступать на сцене и танцевать Мне нравится заниматься Мне нравится то, что мы тут танцуем Танцевать – это мой дар То есть я люблю тут Меня просила сама мама, чтобы она меня всегда приняла Спортивные бальные танцы изучают в стенах Дома молодежи в студии ДЭКО В каждом номере свой характер, свои эмоции, образы, отточенные движения и неповторимый стиль Один из самых простых танцев, который осваивают первым – трехтактовый вальс Здесь нет сложных ритмических конструкций и сами базовые шаги также простые А вот верх танцевального искусства в спортивных бальных танцах – это медленный фокстрот и пасадобль Свой эмоциональный опыт, да, жизненный какой-то и глубину каких-то эмоциональных моментов, которые раскрываются в танцах Но они приходят не сразу, естественно, какое-то время обязательно надо ребятам, чтобы повзрослеть Екатерина Сысоева пришла в Дом молодежи в 11 лет в студию бального танца Мир танцевального искусства настолько увлек ее, что она решила связать с ним всю жизнь И сегодня свою любовь к чувственному вальсу или страстному танго передает своим воспитанникам Для того, чтобы хорошо танцевать, нужно иметь очень много физической подготовки хорошей И также бальные танцы – это искусство Нужно уметь в танце показывать конкретную историю У нас на занятиях учат самые лучшие тренеры – Денис Геннадьевич и Екатерина Владимировна Они нас научили многому И благодаря им мы занимаем первые места на соревнованиях Проводят свой досуг в Доме молодежи и пожилые люди У истоков этого направления работы стояла Зинаида Петровна Пашихонова Хор ветеранов войны и труда появился здесь при ней Сегодня коллектив носит звание народного В репертуар входят русские народные песни Песни советских композиторов, классика, патриотические произведения С лучистыми глазами и звонкими голосами своей энергии и жизнелюбием Участники хора ветеранов заряжают публику А благодарные зрители награждают их бурными аплодисментами От них заряжаешься энергией Они очень позитивные, они очень веселые И порой даже могут дать фору многим молодым Поэтому с ними очень интересно, весело и задорно Для Дома молодежи 2023 год особенный, юбилейный В этом году ему исполняется 40 лет Сегодня это место, где работают пять коллективов разнообразных направлений хореографии Занимаются в них около 90 участников в возрасте от трех лет Ежегодно двери дома распахиваются для 11 тысяч саровчан Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова